Мошенники просят все персональные данные и после полной предоплаты обещают прислать код, якобы оригинальный. Что едва ли возможно. Скорее всего, этот код будет имитировать сайт госуслуги. В Москве бурно растет черный рынок QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Финские футбольные болельщики, побывавшие на матчах Евро в Петербурге, привезли на родину новый штамм коронавируса. Мы будем продолжать работать в рамках этой организации. Белорусская оппозиция отказывается признать решение режима Александра Лукашенко о выходе Беларуси из программы ЕС «Восточное партнерство». Но начнем с другой темы. Сегодня состоялась так называемая прямая линия президента России Владимира Путина, уже 18-е за время его пребывания у власти. Путин отвечал в основном на вопросы, касающиеся ситуации с распространением коронавируса, социальных проблем и работы жилищно-коммунального хозяйства, проявив знание дела в таких областях, как, к примеру, тарифы на воду или племенное овцеводство и производство яиц. Были затронуты и внешнеполитические темы, прежде всего, состояние российско-украинских отношений. Всего, если верить ведущим прямой линии, Путину были присланы около двух миллионов вопросов и сообщений. Один из вопросов, на которые Путин не успел или не захотел ответить, прислал муниципальный депутат Илья Яшин, недавно недопущенный к выборам в Московскую городскую думу за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Вот этот вопрос. Что случилось с вами за эти 20 лет? Просто по-человечески объясните. Неужели оно того стоит? Ради вашей личной власти в России громят независимые СМИ, фальсифицируют выборы. Ради сохранения вашей власти оппозиционных политиков расстреливают у стен Кремля или травят ядами. Тысячи граждан России прошли через тюрьмы просто потому, что критиковали вашу политику и пытались протестовать. Огромное количество судеб сломано ради того, чтобы вы и дальше могли сидеть в своем кремлевском кабинете. Власть стала для вас самоцелью, Владимир Владимирович. Но наполняет ли она вашу жизнь смыслом? Делает ли она вас счастливым? Начиная с 2000 года вы работали на международном уровне со многими президентами других стран. Почти все они сейчас живут частной жизнью. Посмотрите на их лица. Они счастливы. Много лет занимались политикой, боролись за власть, достигли вершины. Но когда пришло время уйти, они просто ушли, сохранив собственное достоинство и оставив себе возможность спокойно выпить пиво. Именно так, как вы, Владимир Владимирович, мечтали в далеком 2000 году. Так может быть все-таки пришла пора и вам перестать цепляться за власть и спокойно уйти? Я знаю, что никогда не получу от вас ответа на свой вопрос. Но вдруг он заставит вас хотя бы задуматься? Попытка не пытка. Вопрос муниципального депутата Ильи Яшина, президенту России Владимиру Путину. Послушайте время свободы. Как я уже упомянул, в ходе прямой линии Путин много говорил об опасности пандемии коронавируса. Рассказал, что сам привился вакциной спутник Ви. Призывал население России вакцинироваться, хотя и признал, что и после прививки можно заболеть. Путин также сказал, что он по-прежнему против принудительной вакцинации, но подчеркнул, что для работников некоторых отраслей она необходима. Между тем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что поставленная ранее задача вакцинировать к осени 60% населения России невыполнима. Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне. Несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы. Но, слава богу, сейчас все больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая, но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо. Говорил Дмитрий Песков, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с начала недели в Москве для посещения ресторанов и кафе следует предъявить специальный QR-код, свидетельствующий о вакцинации или негативном тесте на коронавирус. В столице России теперь бурными темпами развивается черный рынок QR-кодов. О нем в материале Тимофея Рожанского. IT-специалисты за последнюю пару дней зафиксировали в сети 29 новых доменных имен, имитирующих сайт госуслуги, на котором можно получить легальный QR-код. Нелегальный предлагают десятки телеграм-каналов. Хочу QR-код для похода в ресторан. Сколько это стоит? Вот приходит ответ. Здравствуйте. Цена на каждую справку 6100 рублей. Это меньше 100 долларов. И за эти деньги они предлагают нам оформить сертификат на прививку, либо ПЦР-тест. Они присылают документы и QR-код, с которым уже дальше можно идти в ресторан. Мошенники просят все персональные данные и после полной предоплаты обещают прислать код, якобы оригинальный, что едва ли возможно. Скорее всего этот код будет имитировать сайт госуслуги, в расчете на то, что невнимательный официант не заметит разницы. IT-специалисты говорят, что подделать его несложно. Спрос на поддельные коды уже видно даже из Кремля, где и не скрывают, что черный рынок антиковидных документов их беспокоит. Впрочем, юристы не уверены, что подделку QR-кодов можно приравнять к уголовной статье о подделке документов. Мы должны опять же ссылаться на федеральные законы, когда говорим об этой статье. То есть да, эти нормы, связанные с ограничениями ковидными, они проистекают из федерального закона, но опять же они зарегулированы все-таки указами глав региона. Все карантинные меры в Москве регулирует мэр Собянин, поэтому их несоблюдение не противоречит федеральным законам. Если доказать, что после посещения злоумышленником ресторана по поддельному коду кто-то из посетителей заразился от него ковидом и умер, злоумышленнику будет грозить уголовная ответственность. А пока вся надежда на бдительность официантов. Должны ли они вызывать полицию в случае обнаружения поддельного кода, власти не уточняют. Впрочем, зафиксировать подделку можно и более быстрым способом, если написать новое приложение. Все технологии для него давно существуют. Рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. И вот как появление и бурное развитие черного рынка QR-кодов комментирует Дмитрий Песков. Конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровью людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами. Безусловно, эта ситуация более чем заслуживает внимания. Мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Вы слушаете «Время свободы». Власти Финляндии не исключают введение в стране нового локдауна после того, как вернувшиеся из России футбольные болельщики завезли в страну новый так называемый индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта». Как пишут финские средства массовой информации, из-за перегрузки пограничных пунктов сотни фанатов вернулись домой без тестирования на вирус. Болельщики ездили в Петербург, где состоялись несколько матчей чемпионата Европы по футболу, несмотря на рекордный рост заболеваемости и смертности от коронавируса в городе. 2 июля в Петербурге состоится еще один матч, один из четвертьфиналов чемпионата между командами Испании и Швейцарии. Каких-либо планов перенести эту игру у УЕФА нет. О поездке финских фанатов в Петербург Марк Крутов побеседовал с независимым финским журналистом Эссой Туомининым. Ехали в основном молодые люди, болельщиков в Петербург и, конечно, знали, что там ситуация сложная с коронавирусом, но там многие как раз такие молодые, веселые парни, которым не очень волнуется коронавирус. Им интересно и футбол, и пиво, и веселиться там. Коронавирус им не так важно. И, наверное, не так сильно проинформировали этих людей о том, что там коронавирусом сложная ситуация. И они недооценили эту ситуацию. И получилось то, что получилось. Они там сидели друг к другу и с другими болельщиками, пиво пили и обнимали друг друга, танцевали, веселились. В результате сейчас грозит новая волна у нас. Причем еще этот дельтавирус, который считается очень легко распространяется. Перед тем, как вернуться в Финляндию, этих болельщиков тестировали на коронавирус? На границе были тестирования, но там была такая толпа, что, по-моему, 800 человек вообще не успели тестировать. Потому что то ли оборудования не было, то ли персонала, то ли просто так много людей, что не успели тестировать. И 80 человек приехали без теста. И им сказали, что, пожалуйста, сейчас следующее утро не на работу, а на тест. Многие пошли в тест, но не всех, конечно. Сейчас сегодня уже больше 200 зараженных в Финляндии. И говорят, что 300 зараженных прямо из этих футболных болельщиков. Кого обвинят в сложившейся ситуации и власти, и журналисты, и просто люди, которые обсуждают все это в соцсетях? Они винят Россию за неспособность обуздать вирус? Они винят УЕФА за отказ переносить матчи в другое место? Или они винят свои финские власти за то, что они недостаточно информировали этих болельщиков о каких-то рисках, самих фанатов? Но Россию и УЕФА не обвиняют. Некоторые обвиняют наши власти, чтобы не проинформировали ситуацию. Некоторые обвиняют самых болельщиков, что не надо было так легкомышленно ехать вообще и там вести себя так свободно, как они вели себя. То есть там много факторов. Еще и обвиняют переводчиков автомобильных компаний, что там в одном автобусе сидели 50-60 человек рядом друг к другу. И если у одного человека был коронавирус в автобусе, наверное, у всех потом был, или у большинства был вирус. То есть жал, что не курсировал поезд. Там можно было бы сидеть немножко отдельно друг от друга. А в автобусе они сидели очень тесно. До чемпиона Европы у нас была очень хорошая ситуация. Было у нас 5,5 миллионов населения, и было только меньше 100 случаев, даже 50 случаев в день. И вакцинированные уже почти 60% от населения получили как минимум 1 доза. А 2 дозы получили уже, по-моему, 16%. То есть и тороженных было мало, и вакцинации было много. Но сейчас боятся, что ситуация может измениться сейчас, потому что этот дельтавирус очень легко распространяется. И боимся, что красивая картина портится сейчас. В Россию на матчи финской сборной ездили не только финские болельщики, но надо полагать, что и финские журналисты спортивные, и финские чиновники спортивные. Что они рассказывают вообще о том, как обстоит дело с борьбой с коронавирусом в Санкт-Петербурге? Ну, они пишут и говорят, что там очень много ходят без маска. И если маск есть, то это не так одето, как надо. То есть ничего не помогает, такой маск, который под телустью. У нас говорят, что в Санкт-Петербурге слишком слабые меры принимали, и люди не видят себя, как надо. У нас так пишут. И у вас борьба с коронавирусом носит больше формальный характер, что там делают вид, что бороться. На самом деле не очень сильно. И еще у нас говорят, что и население в России не очень серьезно воспринимает это. Хотя у вас там угроза очень большая, и в Баллицах много людей, и умрут много людей. Но все равно прививиться не хотят, и маски носить не хотят, и дистанцировать друг от друга не хотят. Так рассказывают. С независимым финским журналистом Эссей Туомининым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске. Мы действительно регистрируем снижение активности троллей, что коррелирует с отъездом сотрудников посольства России в Чехии. В Чехии после высылки российских дипломатов зафиксировано снижение активности пророссийских интернет-троллей. Но об этом позже, а сейчас к другим темам. Московский городской суд продлил сегодня до 7 октября арест бывшему журналисту газет «Коммерсанты ведомости» советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Срок ареста истекал 7 июля. В этот день исполнится год с момента задержания Сафронова, который обвиняется в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве, чешской внешней разведке в интересах разведки США. Все материалы по делу засекречены, следствие даже не сообщает Сафронову и его адвокатам, что именно он с точки зрения обвинения передал иностранцам и кому именно. Вот что сказал журналистам адвокат Сафроновой Иван Павлов, против которого тоже возбуждено дело по подозрению в разглашении данных предварительного следствия именно по делу Сафронова. На наш взгляд, решение совершенно необоснованное и ни один из тех аргументов, которые звучали сегодня в наших защитительных речах, не были отражены и не были как-то, так сказать, скомпрометированы, опровергнуты. Мы представили в суд более 200 личных поручительств, известных людей, в том числе его коллег-журналистов. Единственная наша просьба была дать возможность защищаться, иметь возможность защищаться, а не находясь в условиях следственного изолятора, тем более такого, в который защитники могут попасть всего лишь раз в месяц к своему подзащитному. В условиях следственного изолятора полноценно подготовиться к защите по такому делу практически невозможно. Мы, конечно, будем делать все возможное, но то, что делают наши процессуальные оппоненты, вставляя палки в колеса не только Ивану Сафронову, но и его защитникам, свидетельствуют о таких вот неспортивных методах ведения расследования по делу. Мы, конечно, будем в свою силу, так сказать, реагировать на все эти факты, но, как вы понимаете, возможностей не так много, и возможностей для Ивана Сафронова полноценно подготовиться к защите в условиях нахождения в застенках Лефортова, эти возможности весьма-весьма ограничены. Это удивительный следователь, который расследует дело Ивана Сафронова. За мою практику, 25-летнюю, я впервые встречаюсь с таким человеком, который настолько брутально ведет себя во время следственных действий. Это не только в деле Ивана Сафронова, кстати. В деле физика Виктора Кудрявцева он также, в общем, предлагал в обмен, то есть практически шантажируя подзащитного нашего, в обмен на домашний арест, предлагал ему признаться в том, что он не совершал. Так другие следователи на моей практике себя не вели ни разу. Прошлый раз, 17 июня, когда мы пришли с коллегой Катчевым на следственные действия, он, например, после того, как уже были досмотрены наши личные вещи, заявил, чтобы мы оставили личные вещи свои без присмотра за дверью кабинета в коридоре следственного управления, мотивируя это тем, что якобы таковы правила поведение адвокатов в следственном управлении. Но раньше никто из следователей таких требований нам не выдвигал. Это было удивительно, и мы посчитали, что это незаконно, мы отказались это делать. В ответ на это он сказал, что тогда следственное действие отменяется. И сегодня мы увидели среди бумаг, которые лежали на столе у судьи, соответственно, вот в обосновании ходатайства о продлении сроков содержания под стражей, мы увидели документы, свидетельствующие о том, что мы якобы сами отказались от ознакомления с экспертизой, на которую нас приглашал следователь ФСБ, якобы из-за того, что отказались соблюдать требования о сохранности государственной тайны в следственном управлении. Но глупость несусветная. Вот все эти обстоятельства как бы накопили такую критическую массу, которая позволила нам обратиться еще в прошлую пятницу с заявлением об отводе этого следователя. Это заявление мы адресовали руководителю следственного управления ФСБ Петухову, который должен в установленный срок рассмотреть это заявление. Я считаю, что вот такое поведение, оно не только свидетельствует о какой-то личной неприязни к Сафронову, к защитникам Сафронова, ко мне непосредственно, но оно просто мешает следователю вести предварительное расследование по уголовному делу. То есть является препятствием на существование какой-то профессиональной функции. Говорил адвокат Иван Павлов. Вы слушаете «Время свободы». Белорусская оппозиция отказывается признать решение режима Александра Лукашенко о приостановке участия Беларуси в программе ЕС «Восточное партнерство». Официальный Минск объявил о выходе из программы в ответ на введение Евросоюзом очередного пакета санкций против приближенных к Лукашенко чиновников, бизнесменов и предприятий. Напомню, что страны ЕС не признают легитимность режима Лукашенко, объявленного официальным победителем прошлогодних президентских выборов. Представитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, бывший дипломат Валерий Ковалевский, так прокомментировал заявление официального Минска о выходе из Восточного партнерства. Мы будем настаивать на том, что Беларусь продолжает оставаться членом Восточного партнерства, мы будем продолжать работать в рамках этой организации и будем участвовать в том числе в саммите Восточного партнерства в конце этого года. Если говорить о разумности такого решения, то безусловно такое решение выглядит как действительно выстрел себе в ногу, поскольку само Восточное партнерство это прекрасная платформа для того, чтобы обеспечивать интересы беларусов. Фактически существуют две Беларуси для Европейского Союза. С одной Беларусью Европейский Союз сотрудничает очень интенсивно, энергично. Я доделаю геократическую Беларусь сегодня и в будущем. И Беларусь под контролем Лукашенко, под оккупацией Лукашенко, которая, к сожалению, оставляет все меньше места для конструктивного взаимодействия, для работы. И мы видим, что этим решением по приостановке членства Беларуси в Восточном партнерстве Лукашенко фактически сужает до нуля эту территорию взаимодействия. Говорил представитель лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской, бывший дипломат Валерий Ковалевский. Вы слушаете «Время свободы». В службе безопасности информации Чехии подтверждают снижение активности так называемых интернет-троллей, выступавших с пророссийских позиций в чешском сегменте интернета после высылки из Чехии российских дипломатов из-за причастности российских спецслужб к взрывам на оружейных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом в своем ежемесячном докладе сообщила организация «Чешские эльфы», анализирующая активность интернет-троллей. У нас похожие данные, мы знаем об этом. В настоящий момент мы анализируем точные причины. Так прокомментировал публикацию «Чешских эльфов» представитель службы безопасности Чехии Ладислав Штиха. Тему продолжит Александра Вагнер. Мы регистрируем уменьшение количества сообщений в соцсетях, которые, как мы полагаем, создавались сотрудниками, действующими в Чехии. Россия с наибольшей долей вероятности очистила поле приблизительно с 19 по 26 апреля. Говорилось в отчете «За апрель», который был опубликован на страницах чешских эльфов. Впоследствии этот абзац из отчета был удален. 19 апреля сотрудники посольства России в Чехии были высланы из страны после того, как стало известно о причастности двух предполагаемых агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к взрывам на оружейных складах, унесших жизни двух человек. Незадолго до этих событий в чешском интернете зарегистрировали массированную кампанию по распространению информации о российской версии произошедшего. Снижение активности троллей после высылки дипломатов подтверждают и в чешской кампании Semantic Visions, которая также анализирует дезинформацию в интернете. Владислав Штиха из службы безопасности Чехии говорит, что одна из версий снижения активности троллей — нахождение их фермы непосредственно в посольстве России. Российское посольство в Праге заявило, что его сотрудники никогда не занимались и не занимаются распространением дезинформации в интернете. Вид Кучик, представитель чешских эльфов, также считает маловероятной версию нахождения фермы троллей непосредственно в посольстве России. Мы действительно регистрируем снижение активности троллей, что коррелирует с отъездом сотрудников посольства России в Чехии. Но мы считаем, что это необходимо еще дополнительно проверить. Мы стремимся анализировать ту информацию, которая есть. По этой причине в настоящее время мы не можем говорить об этом подробнее. Чешские эльфы не занимаются непосредственно активностью троллей, скорее анализом иностранных дезинформационных компаний в чешском киберпространстве. В случае Чехии речь идет в первую очередь о российском киберпространстве. Мы уже несколько лет отмечаем, что из этого пространства поступают определенные новостные сообщения, определенные нарративы, цель которых повлиять на наше общество. Что касается дискуссий в социальных сетях и на информационных ресурсах, мы их, конечно, анализируем, и мы уже длительное время регистрируем определенные сообщения, которые нельзя назвать спонтанными гражданскими дискуссиями, а скорее можно охарактеризовать как пропаганду. Под такими сообщениями обычно непропорциональное количество лайков и сердечек, что делается для оценки того или иного сообщения в соцсетях. Количество неаутентичных сообщений в дискуссиях в последнее время действительно уменьшилось, но мы должны проверить, идет ли речь о временном или о постоянном снижении активности. Для этого требуется время. Подтверждаете ли вы, что в Чехии существует фирма троллей? С большой долей вероятности можно говорить о том, что она есть. Есть косвенные доказательства того, что она связана с российским посольством, хотя ответ на этот вопрос является предметом дальнейшего изучения. Если все же вы подтверждаете снижение активности, можно ли выразить ее в процентах, например, по сравнению с тем, что было ранее? Речь идет о сообщениях в рамках интернет-дискуссий, которые составляют крайне небольшую часть потока дезинформации в чешском киберпространстве. Дезинформационные кампании в интернете продолжаются, статьи на сайтах и посты в соцсетях появляются, как и раньше. Здесь мы никакого снижения активности не наблюдаем. Чего стало меньше неаутентичных информационных сообщений в интернет-дискуссиях, в основном на Фейсбуке, но и в других местах. в основном участвуют в дискуссиях и оставляют реакции, лайки, сердечки, нередко сообщения своих же коллег с целью повлиять на общественное мнение. Насколько велико влияние подобных дезинформационных кампаний, какой процент общества склонен воспринимать эти нарративы и верить им? Все зависит от того, о каком событии идет речь. Но можно с уверенностью сказать, что десятки процентов жителей Чехии находятся под влиянием таких дезинформационных кампаний. Мы рассматриваем это как проблему. Есть данные соцопросов, которые подтверждают это. На протяжении 2020 года из России велась целенаправленная кампания, связанная с эпидемией коронавируса. Информационные сообщения, которые составляли основу этой кампании дезинформации, восприняли 20-30 процентов чешского общества. Речь идет о разнообразных теориях заговора вокруг коронавируса, несогласия с вакцинацией, в частности сомнения касательно западных вакцин. С нашей точки зрения это несет значительные риски для безопасности. И одновременно, я хотел бы это подчеркнуть, кампания дезинформации не способствует хорошим отношениям между двумя странами. Речь идет о разных геополитических интересах Российской Федерации и Европейского Союза и вслед за ним Чешской Республики. Эту ситуацию значительно ухудшают дезинформационные кампании, которые с одной стороны вызывают недовольство выбранной Чехии западной ориентации, вызывают антипоте Киес и НАТО западным союзникам Чехии, а с другой стороны усиливают те темы, потенциал которых разделить, поляризовать общество, то есть поместить чешских граждан в позицию против власти или же против каких-то групп в обществе. Следствием этого является негативное отношение к России участие общества. Если бы этого не было, то и отношения двух стран были бы лучше. С представителем организации Чешские эльфы Витом Кучиком беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Широградский. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова